Мне кажется, если мы завтра скажем, что квадроберы запрещены, количество квадроберов возрастет в геометрической прогрессии. Молодежные субкультуры появляются, потому что у молодых людей есть две потребности – противостоять, отстроиться от предыдущего поколения и не оставаться одинокими. Сейчас он скачет в образе собачки, а через полгода он будет взахлеб читать, например, Достоевского, как это было с моей дочерью, которая сначала принадлежала Готэм, а потом неожиданно начала читать русскую классику. А когда государство чего-то не знает, то запретить – это самый простой и понятный путь. Если субкультура не содержит каких-то откровенно деструктивных компонентов, пусть люди проявляют себя так, как они хотят. Со временем они этим переболеют, они это перерастут и станут, по-моему, к сожалению, обычными, скучными, взрослыми людьми. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет! В октябре в Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. В последнее время все чаще слова «квадробинг» и «квадроберы» можно услышать от представителей российской власти. Хотя вообще это неофициальный вид спорта с элементами аэробики, в котором люди, в основном дети и подростки, имитируют поведение и движение животных. И часто, чтобы вжиться в роль, надевают маски животных и хвосты. Но у властей квадробинг, похоже, вызывает опасения и вопросы. «Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», заявила депутат Яна Лантратова и предложила наказывать, правда, не детей с родителями, а тех, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал, что, далее цитирую, «людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности, предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ». В РПЦ считают, что квадробика готовит детей к принятию ЛГБТ и множественности гендеров, и в итоге вытесняет из сознания ребенка понятие о семье как о брачном союзе мужчины и женщины. А депутат Госдумы Сергей Колунов и вовсе предложил привлекать к уголовной ответственности родителей детей, увлекающихся квадробингом. Почему российские власти так ополчились на квадроберов? Должно ли государство контролировать молодежные субкультуры, и есть ли смысл их запрещать? Как вообще появляются субкультуры? Почему одни из них быстро исчезают, а другие задерживаются надолго? И может ли общество в принципе обходиться без субкультур? Эти вопросы мы задали основательнице фонда «Плюс-Р», который помогает подросткам Александре Славянской. Что такое молодежная субкультура? Вот как её можно определить, чтобы было понятно любому? Молодёжная субкультура – это способ самоидентификации молодых людей, которые примыкают к тому или иному движению, к тому или иному образу одеваться, вести себя, для того, чтобы, с одной стороны, так выразить свою идентичность, отстроиться от предыдущего поколения, сепарироваться от родителей, а с другой стороны, так как подростки и молодые люди, они очень социальные, им чрезвычайно важно принадлежать к какой-то группе, соответственно, таким образом они выбирают группу с ценностями, которой они могут себя ассоциировать. Это могут быть внутренние ценности, то есть есть субкультуры, которые включают такой, скажем так, более широкий пласт от внутренних ценностей до манеры одеваться, либо внешним ценностям, которые включают в себя только манеру одеваться, манеру себя вести. Я, когда готовилась к этому разговору, с удивлением для себя обнаружила, что, оказывается, вообще теория субкультуры впервые была разработана социологами Чикагской школы только в 1920-х годах, ну, то есть в 20-м веке. И вообще сами субкультуры, если верить сведениям, подчеркнутым из интернета, они возникли только в 20-м веке. Неужели раньше ничего подобного не было? Или это просто не выделяли? Ну, на самом деле, на протяжении веков существовало огромное количество субкультур. Просто они не были молодёжными. Было общество, разделённое на классы. Каждый класс, ну, по сути, это целая культура. И в этих классах существовали и свои субкультуры. На самом деле, субкультуры, конечно, были. Вчера вот я слушала очень интересную программу про жизнь Александра Сергеевича Пушкина, который входил в литературный кружок. И в этом кружке у них были свои правила. Если ты три раза пропускал заседание, ты должен был войти через дверь на четвереньках, хрюкая, потому что ты так символизируешь, вот как ты опустился, не видясь со своими друзьями, долго. То есть я думаю, что все эти вещи существовали, просто их не выделяли. С одной стороны. С другой стороны, конечно, общество было гораздо более жёстким. Были религиозные принципы, которым ты должен был соответствовать. Были какие-то принципы, какие-то условности, которые существовали в твоей социальной среде, на твоём классовом уровне. Ну и плюс, конечно, в 20 веке все гуманитарные науки и социология, в первую очередь, они очень сильно шагнули вперёд. Но до 20 века социологии, как науки, особенно и не существовало. Так что я думаю, что субкультуры, они существовали всегда. Просто они были менее выражены за счёт более жёсткой структурированности самого общества. Плюс у нас не было такой замечательной науки, как социология, и тем более не было популярной социологии, которая рассказывала бы об этом, обо всём. А теперь уже стало более-менее понятно, как и почему, в принципе, появляются молодёжные субкультуры. И как на это вообще, на их появление влияют, ну, не знаю, какие-то социальные события, экономические, исторические? Ну, если мы исходим из того, что такой взлёт был в середине 20 века, ну, явно после Второй мировой войны. Молодёжные субкультуры появляются, потому что у молодых людей есть две потребности. С одной стороны, потребность противостоять, отстроиться от предыдущего поколения, от своих родителей. И, с другой стороны, у них есть потребность не оставаться одинокими, а примкнуть к какой-то группе, которую они будут считать своей. Конечно, появление всех молодёжных субкультур является реакцией на те или иные события. Если мы вспомним, например, культуру хиппи, которая появилась в том числе в ответ на войну во Вьетнаме, как протест против многочисленных войн, которые происходили на протяжении 30 лет до этого. Да, конечно, молодёжные субкультуры — это некий ответ более старшим поколениям, и это по большей части выражение протеста по отношению к тем ценностям, которые эти старшие поколения исповедуют. В истории России, Советского Союза и постсоветской России, на ваш взгляд, представители каких субкультур выделялись особенно? Вот мне в голову сразу приходят стиляги. Оказывается, эти юнцы, променявшие школы на подворотне ГУМа, здесь торгуют товаром собственного производства, как строты на рентгеновских снимках, запечатлевших на этот раз немудрённую анатомию духовного убожества. Многие, наверное, смотрели фильм, который появился в 2000-х годах, но стиляги — это такая реплика на битников европейских, такое движение, которое очень активно выделялось через одежду, слушало определённую музыку, и в Советском Союзе они, в общем-то, кажется, ни с чем особенно не боролись и ни против чего не протестовали, кроме серой и унылой одежды. А в Европе битники выступали против потребительского общества как раз и пропагандировали свободу и творчество. Какой вклад эта культура внесла в развитие советских, постсоветских субкультур, и какие ещё на территории России вы бы выделили? Я не застала время стиляк. Мне кажется, что это, конечно, была более широкая субкультура, чем просто возможность носить джинсы-клёш и какие-то яркие рубашки. Она включала в себя и возможность слушать музыку определённую, да, несоветскую, слушать музыку на английском языке, вести себя более свободно, танцевать танцы, которые не разрешалось танцевать правильной комсомольской молодёжи. То есть это была всё-таки такая более широкая история. То, что я помню, это были, конечно, панки, металлисты, любера, расцвет которых пришёлся на перестройку. И это был очень интересный протест против постсоветской жизни с разных сторон. Одни протестовали так, другие протестовали эдак. Одни отстаивали своё право слушать то, что они хотят, другие отстаивали своё право быть и казаться хозяевами улиц. После этого у нас были готы, были эмо, хип-хопперы и, конечно, оффники. И как более такой жёсткий вариант оффников – это ауешники. Это люди, исповедующие культуру тюремную? Ну, просто про ауе более-менее все теперь знают, потому что её даже в России запретили. Ауе – это аббревиатура, арестантский устав ЕДИН. И они как бы пропагандируют тюремный образ жизни. А оффники – это кто? Оффники – это было такое молодёжное движение, довольно опасное. Сейчас оно, к счастью, затихло. Это были люди, исповедующие такие глопнические принципы. Ты должен был одет быть в правильную одежду, при этом эта одежда должна соответствовать твоему статусу в дворовой группировке. И самая, наверное, такая известная фраза этой культуры – это спросить за шмот. Если на тебе что-то одето, ты должен отстоять право это носить. Громкий скандал разгорается в Челябинске в одном из детских лагерей, где подростки избили своего сверстника. Причём самое страшное, что причиной конфликта стал спортивный костюм. Обидчики быстро определили вещь ненастоящая – дешёвая подделка. Потребовали, как это сейчас модно у подростков, пояснить за шмот. Но это была такая довольно агрессивная, гопническая такая культура, культура дворовых группировок. Потом появились фурии, потом появились квадроберы. Так, пока больше ничего особенно не припоминаю, именно эти субкультуры были самыми яркими, они больше всех освещались в прессе. А вот я ещё хочу уточнить по поводу критериев молодёжных субкультур. Вот вы сказали, что протест, внутренний протест – это как бы основное. То есть получается, что вот, например, есть же люди, которые, к слову, не знаю, им нравится одеваться в определённом стиле. Им нравится чёрный цвет, они ходят во всём чёрном, но от этого они, например, не становятся эмо. Или, например, есть какая-то штука, например, как хобби, как реконструкторы, не знаю, толкинисты, одеваются тоже определённым образом, занимаются реконструкцией каких-то исторических событий. Считать ли их субкультурой и где вот эта разница между именно субкультурой и каким-то просто хобби, интересом есть ли она вообще? Если человек носит чёрную одежду, но при этом он носит её для себя, он не принадлежит никакой группе людей, которые идейно носят чёрную одежду, то, конечно, это не субкультура, это личные предпочтения. В субкультуре всегда есть одна очень важная вещь. Это некие ценности. То есть нас объединяет не только одежда, не только макияж, который мы наносим, но и ценности, которые мы исповедуем. Потому что одно дело просто одеваться в чёрную одежду, а другое дело понимать, что эта чёрная одежда, она символизирует какое-то твоё определённое отношение к миру. Например, мир плохой, я не верю в Бога, христианские ценности мне не нужны, поэтому я, например, примыкаю к Готам, называю себя чёрной сатана и какое-то время в этом во всём живу. Если мы говорим про субкультуры, то это три основных принципа. Отстройка от чужих, принадлежность к своим и ценности. Что касается толкиенистов и реконструкторов, вы знаете, я, наверное, затрудняюсь ответить, является ли это субкультурой, потому что у меня есть знакомые, для которых это просто хобби, и есть знакомые, для которых это образ жизни, этому образу жизни, как бы этим ценностям приносится в жертву, например, семейная жизнь, да, или работа. Но если человек настолько погружён, то, наверное, мы можем сказать, что он не просто увлекается чем-то, да, принадлежит именно к субкультуре. Александра, а понятно ли, почему вот одни субкультуры, они довольно живучие, становятся популярны и существуют на протяжении десятков лет, ну, те же металлисты, панки, хип-хоперы, скажем, а другие ярко вспыхивают и довольно быстро исчезают. Почему так происходит? Причина в универсальности или неуниверсальности тех ценностей, которые исповедует субкультура. Если мы возьмём панков, мир – говно. Возможно, у меня нет будущего, да, но у фьючера. Я живу здесь и сейчас, и пусть эта взрослая жизнь с налогами, семью и всем остальным для меня никогда не наступит. Ты раздави меня хоть танком, я всё равно буду панком. Ред – дерьмо, бобца, бараша. Ну, мир – говно – это же совершенно универсальная ценность. И каждое новое поколение, которое приходит, и которое живёт вот на этой протестной волне практически, все подростки проходят вот этот этап от 15 до 19, когда они протестуют. Чем более универсальные ценности исповедует та или иная субкультура, тем больше шансов, что она продержится долго и будет включать в себя не одно, а несколько поколений. Что касается таких полууголовных субкультур, как, например, оффники, конечно, на их развитие оказывает влияние ещё и то, что в какой-то момент с ними начинают бороться власти, причём бороться довольно активно. Те же оффники сошли на нет после того, как начали заводить реальные уголовные дела и после того, как полиция заинтересовалась этим вопросом. Но, кстати, должна вам сказать, что вот эта вот культура приобщения к тюремному миру, к уличному миру, она тоже возвращается регулярно в какие-то исторические отрезки, когда это актуально. В связи с чем это может становиться актуальным? Какие факторы на это влияют? Снижение уровня жизни и ослабление власти. На какой период пришёлся расцвет группировок в Советском Союзе? Это была середина, начало середины 80-х годов, когда стало понятно, что все коммунистические ценности ничего не стоят, и власть сама их уже не сильно отстаивала, с одной стороны. С другой стороны, если вы смотрели фильм «Слово пацана», вы наверняка обратили внимание на вот это ощущение прям такой липкой нищеты, которая проходит через весь фильм. То есть эта история возникновения группировок, конечно, чаще всего происходит в тот момент, когда уровень жизни низок, нет социальных лифтов, молодёжь не понимает, куда ей двигаться, и вместо того, чтобы использовать социальные лифты и двигаться в социальном плане наверх, она находит вот такой некий эрзац, повышая свой социальный статус в рамках улицы, в рамках двора, в рамках района. Были ли ещё какие-то субкультуры, и, может быть, вам что-то приходит в голову, которые вдруг снова стали актуальны после такого-то продолжительного периода забвения, когда казалось, что они уже ушли? Я сейчас довольно часто встречаю подростков, которые возвращаются к культуре хиппи в том или ином образе. Если вы идете в Сан-Франциско, я не хочу воевать, я не хочу быть агрессивным, я хочу быть ребёнком цветов. Я вижу это в реальности. Может быть, это не находит пока своего отражения в прессе, но вот я вижу это на конкретных примерах. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарёва, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Этот подкаст «Человек имеет право». Его ведём я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем о молодёжных субкультурах и о том, есть ли смысл их запрещать. У вас есть объяснение, почему вдруг сейчас, вот буквально в последние пару недель, внезапно все вокруг заговорили о квадроберах, о которых большинство взрослых, я более чем уверена, до недавнего времени вообще даже не слышали, их это не интересовало, и они не представляли, что какие-то дети занимаются квадроаэробикой и изображают из себя животных. Мне кажется, что пресса зацепилась за эту субкультуру просто потому, что она очень яркая. Там есть о чём писать. Дети себе привязывают хвосты, дети красятся, дети ходят на четвереньках. Если бы дети, не знаю, мирно встречались возле моря и болтали бы ножками в воде, и это была бы какая-нибудь культура наземных русалок, то я думаю, что пресса бы этим не заинтересовалась. Я думаю, что это связано именно в России с этим. Что касается всего остального мира, я довольно много смотрю испаноязычные, англоязычные прессы. Для Европы это реально проблема, потому что движение квадроберов существенно вышло за пределы того, как оно начиналось. Это действительно одно из направлений аэробики. Сейчас я вижу передачи, когда достаточно взрослые люди по 25, по 30 лет исповедуют эту, ну, в кавычках, наверное, идеологию, говорят о том, что я считаю себя бабочкой, а я считаю себя котиком. Каждое утро я просыпаюсь с мечтой, что мои руки отвалятся, и вместо рук появятся крылья. Это начинает даже в некотором смысле беспокоить власти, потому что количество таких людей растет, а для взрослого человека, согласитесь, ну, все-таки это не очень нормально. А почему власти-то обеспокоены? Почему чаще всего властям не нравится то, что делают представители субкультур? Молодежных, немолодежных, неважно. Чиновники тоже люди, и это люди, которые принадлежат к определенному поколению, для которых вся эта история кажется блажью. Почему эти эмоции переходят в конкретные действия по запретам? В России я сейчас говорю про Россию. Мне кажется, потому что нет какой-то четкой политики, нет какой-то четкой позиции, а что нам, собственно говоря, делать с молодежью, и как нам реагировать на те или иные вещи. Кроме каких-то проповедей на тему традиционных ценностей, в общем-то, я не встречала никаких программных заявлений, а что, собственно, мы будем делать с этой молодежью, когда она выходит из школы, когда она выходит из университета и погружается в свою собственную жизнь. А когда государство чего-то не знает, то запретить – это самый простой и понятный путь. Получается, что представители субкультур из-за того, что власти не совсем понимают, что происходит, невольно сталкиваются с дискриминацией или какими-то репрессиями со стороны властей и общества, которое науськанно этими властями. Они сталкиваются как минимум с непониманием, и да, они сталкиваются с тем, что их, может быть, не дискриминируют, но не принимают. Мне кажется, здесь ещё есть одна очень важная вещь. Наше государство, оно очень ориентировано на какие-то оффлайн-вещи. А большинство современных подростков – это всё-таки люди, которые живут в онлайне. Они объединяются в онлайне, они обсуждают что-то в онлайне, их ценности формируются в онлайне. И в онлайне никаких альтернатив существующим молодёжным субкультурам негосударственным я, например, не вижу. А как различить здоровую вовлечённость человека, подростка, ребёнка в субкультуру от чрезмерной зависимости от неё? И нужно ли предпринимать родителям в данном случае, всё-таки будем говорить не о взрослых людях, а о детях и подростках, нужно ли предпринимать родителям какие-то серьёзные шаги, если им кажется, что субкультура каким-то нездоровым образом влияет на чада? Вы сказали очень правильное слово. Это слово «зависимость». Каким образом специалисты диагностируют болезненную зависимость в любых ситуациях? Неважно, это алкоголь, наркотики, игровая зависимость или что-то ещё. Мы диагностируем зависимость в том случае, если она нарушает социальные функции человека. Если человек условно выпивает пару бокалов белого вина в неделю, при этом он ходит на работу, воспитывает своих детей, ок, у него всё нормально. Если человек, выбирая между социальной активностью, исполнением своих социальных функций и алкоголем, выбирает алкоголь, это ненормально, да, и этого человека надо ввести к наркологу. Здесь та же самая история. Если принадлежность к субкультуре — это часть жизни, нет никаких проблем. Со временем ребёнок в это наиграется, у него появятся другие интересы, у него появятся другие компании, он будет разливаться, всё это отойдёт на второй план. Если родитель видит, что ребёнок, выбирая между учёбой, общением с друзьями, тем, чтобы поесть, сидит в компьютере, рисует бабочек у себя на лице, общается с потусторонним миром, сатаной и так далее, то он, наверное, да, нужно обратиться к психологу. А вот где эта грань? Ну вот как взрослым следует реагировать на то, что ребёнок присоединился к какой-то субкультуре, которую они не понимают, не знают или не одобряют. Ну вот, например, ребёнок стал готом или фурии. Это относительно свежее такое проявление. Это немножко похоже на квадробинг, но там люди перевоплощаются в каких-то героев, скорее сказочных, если я ничего не путаю. Так вот, как родителям-то себя вести? Сразу вставать к грудью и говорить, нет, я тебя не пущу, и нечего тут дурака валять? Или одобрять? Как не пропустить ту грань, когда вот такое увлечение может перерасти в зависимость, а может и не перерасти? Мне кажется, что очень важен контакт со своим ребёнком. И очень важно понимать, почему ребёнок этим увлечён. И на самом деле это краеугольный вопрос. Если ребёнок этим увлечён, потому что это прикольно, то в этом нет ничего страшного. Мы все взрослые люди, но в нашей жизни тоже есть место тому, что прикольно. Да, это может быть не квадробинг, это может быть серфинг или мотогонки, или прогулки по горам, неважно, да. И если ребёнок этим занят, потому что это прикольно, потому что его сейчас это увлекло, то, мне кажется, у родителей нет повода беспокоиться. Сейчас он скачет в образе собачки, а через полгода он будет взахлёб читать, например, Достоевского, как это было с моей дочерью, которая сначала принадлежала Готэм, а потом неожиданно начала читать русскую классику. Одно из увлечений. Эти увлечения у подростка будут меняться, иногда они меняются с быстротой калейдоскопа. Если мы понимаем, что ребёнок ушёл туда, потому что у него есть какой-то существенный дефицит в его жизни, ему чего-то категорически не хватает, и он компенсирует эту нехватку за счёт того, что он принадлежит к каким-то субкультурам, то здесь, наверное, родителям надо задуматься и задать вопрос себе, что произошло, и почему у моего ребёнка образовался такой значимый дефицит. Ну и, конечно, мне кажется, родителям безотносительно нравится им субкультура или нет, стоит насторожиться, если эта субкультура предполагает использование каких-то веществ, агрессию, нарушение рамок уголовного кодекса. Но здесь, конечно, надо сразу держать ухо востро и пытаться предложить ребёнку какую-то альтернативу. А на ваш взгляд, есть ли смысл запрещать какие-то субкультуры? Можно методом запретов это искоренить? Мне кажется, если мы завтра скажем, что квадроберы запрещены, количество квадроберов возрастёт в геометрической прогрессии. Зная наше общество, я думаю, что запреты с точки зрения продвижения будут гораздо более эффективным инструментом, чем, например, пропаганда. Более того, я уверена, что если завтра официальные каналы начнут пропагандировать квадробинг, то количество квадроберов уменьшится. Нет, конечно, запреты в этом случае совершенно не работают, и я не вижу в этом никакой опасности, я не понимаю, почему нельзя разрешить подросткам делать то, что они хотят. Какие-то случаи, которые описываются в прессе, что подростки в образе квадроберов бросились на кого-то, покусали и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это какие-то единичные случаи. Во-вторых, ну, окей, есть подростки, которые набрасываются на прохожих безо всякого квадроберского образа. Это обычный случай хулиганства, и рассматривать его надо как обычный случай хулиганства. К квадробингу это не имеет никакого отношения. Для молодых людей совершенно нормально пытаться найти свою индивидуальность, сепарироваться от родителей и примкнуть к какой-то группе ценности, которые они разделяют. Это совершенно нормально. Это было всегда и это будет всегда, потому что для подростков это такой жизненный этап. Если субкультура не содержит каких-то откровенно деструктивных компонентов, то, мне кажется, пусть расцветают все цветы, пусть люди проявляют себя так, как они хотят. Со временем они этим переболеют, они это перерастут и станут, по-моему, к сожалению, обычными, скучными, взрослыми людьми. И, конечно, любое пристальное внимание государства к этой теме с попыткой запретить, наказать и так далее, будет вызывать совершенно обратную реакцию. Ты готов вылатать душу за рок-н-ролл извлеченный из снимка чужой диафрагмы, а теперь телевизор, газета, футболы, довольно тобой твоя старая мама, а когда-то ты глубинник. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его гостьей сегодня была основательница фонда «Плюс-Р», который помогает подросткам Александра Славянская, а подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова, и я, Наталья Чемпаладова. Ты был когда-то в беднях «Человек имеет право».